МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Далее все в обзоре Амира Сабирова. Всем привет, всем здравствуйте. В нашем сегодняшнем обзоре матч Рубин-Спартак и последние матчи финалов конференции континентальной хоккейной лиги. Начнем с футбола. В 25-м туре российской премьер-лиги Казанский Рубин встретился с московским Спартаком в гостях. Дружина Леонида Слуцкого смогла открыть счет в первом тайме. После навеса от Александра Зуева Владислав Игнатьев удачно подправил мяч головой ворота. Александр Максименко в этом моменте был абсолютно бессилен, так как удар был хорош по точности и силе. 1-0 Рубин повел. Первый тайм по игре и по счету остался за казанцами, чего нельзя сказать о втором отрезке. В нем полностью доминировали москвичи. Спартак давил и все-таки смог сравнять счет на 69-й минуте. После углового последовал удар по воротам Дюпина. Вратарь отбил, но первым на добивании был Александр Соболев. Нападающий поразил пустой угловорот Рубина. 1-1. За оставшееся время команда победителя не выявили. Боевая ничья. Рубин прервал пятиматчевую серию из поражений и набрал 1 очко из Москвы. Теперь перейдем к хоккею. Нас ждет главная битва за кубок Гагарина. Ну а как прошли решающие матчи в финалах конференций, расскажу далее. В серии Металлург Трактор все закончилось в пятом матче. В последней игре все шло к овертайму, но за 15 секунд до конца Магнитогорск забил и предрешил исход этой серии. 2-1 в матче и 4-1 в серии за магниткой. В другой паре ЦСКА-СКА питерцы были близки к победе. При счете в серии 3-2 ЦСКА смог выиграть шестой матч и сделал ничью 3-3. Все решилось в игре под номером 7. Армейцы Москвы одержали сухую победу 3-0 и выиграли серию. Ну что же, две лучшие команды сезона определились. Металлург и ЦСКА сразятся в решающей схватке за кубок Гагарина. Как будет проходить финал, мы расскажем вам в следующих выпусках. С вами был Амир Савиров. Увидимся! Переходим к республиканским темам. На этой неделе продолжилась спартакиада вузов Республики Татарстан и очередной комплект наград был разыгран в борьбе Кареш. Наш корреспондент Рустам Габасов наблюдал за соревнованиями с места событий и далее все подробности в его сюжете. Затяните пояса потуже. 16 апреля в Павловском государственном университете физической культуры спорта и туризма прошла спартакиада вузов по национальной борьбе Кареш. Кареш – это вид единоборств, где два противника борются, удерживая друг друга за пояс. Схватка проходит в стойке без использования ног. Победитель определяется, когда один из спортсменов одержал чистую победу, дважды уложив соперника на ковер, либо по истечению назначенного времени, или при явном техническом преимуществе в 6 и более очков. Данный вид спорта входит в спартакиаду вузов Республики Татарстан. В нашем вузе 44 вуза по программе высшего образования. Активное участие принимает 25 вузов. Данный вид спорта является одним из 30 видов программы, где соревноваются студенты КФУ и всех наших вузов. В турнире приняли участие 113 спортсменов из 11 вузов Республики Татарстан. Всего выявили 9 победителей на каждую весовую категорию. Самый зрелищный финал получился между курашистами Рабани Нургалиевым из КГСУ и Шамилем Чевиком из Павловского университета в категории до 65 килограмм. Борьба выдалась ожесточенная. Не было понятно до конца, кто заберет золотую медаль. Однако к концу противостояния чашу весов в свою пользу перевесил Нургалиев. За 30 секунд до конца поединка ему удалось дважды положить соперника на лопатки и тем самым став победителем. В общем командном зачете победу одержал КГСУ. На втором месте расположился Кнету Кахтеи, а третье место забрал Поворский государственный университет. Рустам Габасов, Игорь Озеров, Неделя спорт. Переходим к студенческим лигам. Студенческая гандбольная лига подошла к концу и сборная КФУ, несмотря на то, что потерпела поражение в полуфинале, все равно играла в финале из-за дисквалификации университета спорта. И противостояли им Казанский авиационный институт. Финальный матч весь шел под диктовку хозяев площадки. Гандболисты КАИ постоянно выходили к воротам КФУ и реализовывали свои моменты. Первая половина игры завершилась со счетом 19-4. Во второй половине встречи КФУ немного исправил свое положение в матче, но догнать соперника не смог. Итог 31-17. Казанский авиационный институт – чемпион студенческой гандбольной лиги. Теперь о волейболе. В студенческой волейбольной лиге все тоже подходит к финальной части чемпионата. И сборная КФУ смогла отобраться в четверку лучших. И в этот понедельник уже начала борьбу. За медали в первом полуфинальном матче женская сборная Казанского федерального встречалась с Казанским энергетическим университетом. В первые минуты матча игра шла бок о бок, но домашняя арена помогает. Сборная КФУ смогла оторваться вперед в первой партии и довели ее до победы 25-15. Вторая партия тоже осталась за КФУ, а в третьей пришлось хозяевам поднапрячься. Энергоуниверситет имел возможность перевести игру в дополнительный сет, но под конец федеральный университет довел игру до победы. 25-20 в третьей партии и 3-0 общий счет. Сборная КФУ выходит в финал. На этой неделе плей-офф студенческой волейбольной лиги для Казанского федерального университета продолжится двумя матчами. 21 апреля в борьбу вступает мужская сборная КФУ матчем против университета спорта. Встреча пройдет в спортивном комплексе «Уник» с начала в 18.00. А 23 апреля финал среди женских команд, начало в 13.30. Продолжаем нашу программу и сейчас у нас в студии появляется наш хороший друг, товарищ, которого мы давно не видели, Максим Геннадьевич Гаврилов. Добрый день, давно не виделись. Привет, Максим, тоже по тебе очень сильно соскучились. Не хватает нам тебя в нашей программе, ну, кубка университета нет, но был, можно сказать, чемпионат университета, а именно спартакиада студентов и аспирантов КФУ, и предлагаю наш сегодняшний диалог начать именно с этой темы. Как тебе в этом году проведение данного чемпионата? Ну, как всегда, интересно. А судя по результатам особенно стадии плей-оффа, так вообще все матчи практически были равными. Боролись до последней секунды, очень много серий пенальти. Плюс жеребьевка была очень веселой, группа А, группа смерти. Прям пять команд, которые, в принципе, могли претендовать легко на выход из группы в любой другой группе. Была и группа жизни, группа Б, насколько я помню. Что касаемо результатов, не очень люблю, конечно, когда в финал заканчивается серия пенальти, но это часть игры и часть мастерства игроков, умение пробить пенальти, совладать с нервами. Экономисты с этим справились, где-то им чуть повезло, где-то они провели свое мастерство, поэтому совершили некий такой подобный требл, забрали кубок, забрали чемпионат спорта-океада, молодцы. Можно их только поздравить. В финале они играли с геологами, насколько я помню. С челнами. С челнами, да. А, геологи в четверку у нас попали. Да, геологи в четверку. Вот вопрос больше не о челнах, а о геологах. На кубке университета ребята до одной четвертой доходят, дальше ну никак не получается. То есть на длинной дистанции почему-то у них это не работает. На короткой дистанции ребята вот настолько высоко запрыгивают. Как думаешь, с чем связано? Ну, здесь же очень много факторов. И факторы формы, то есть на длинной дистанции ее можно где-то подрастерять, или кто-то не может прийти. Все-таки на короткой дистанции турниры два дня сложно растерять форму. Прям очень сложно. Плюс тут еще, конечно, от календаря, от соперников, кто на кого попадет. Тоже очень большое зависит. Бывают же и неудобные соперники, стиль игры неудобный. Бывает то, что как бы везет по сетке, и команды могут пройти далеко. В целом, если говорить о геофаке, команда-то у них в целом хорошая. Достаточно и есть плав опыта, есть и молодые игроки, которые обладают хорошим потенциалом. Поэтому я не удивлен такому, в принципе, попаданию в четверку. И в целом, если не знаю, насколько у них сохранится состав на следующий год, не могу вспомнить, кто по каким курсам, плюс магистратура, не магистратура. В целом, я думаю, в следующем году, если состав сохранится, они будут в числе одних из фаворитов. Тебе фавориты уже написано. Да, фавориты мне, видимо, написывают. Очень хотят, видимо, тренироваться. Вопрос тогда такой у нас возникает. Уже на будущее, на следующий сезон. С чего начнем? Как всегда, матч за суперкубок Казанского фурнера университета. Понятное дело, это будет эконом. Как и победитель кубка и победитель чемпионата. Эконом против своей второй команды. Эконом, я думаю, сможет выставить две команды без проблем. Напомню, у нас по регламенту этого турнира не с кем играть, с каким финалистом. Победитель чемпионата должен играть с победителем кубка. В данном случае у нас одинаково. Да, поэтому надо поднимать регламенты, поднимать это все вспоминать. Но это мы уже займемся летом, ближе к суперкубку, когда и в сентябре объявим. Сейчас надо все-таки достойно завершить протоке. Предлагаем медиа-активность немножко поднять. Вот для тех, кто смотрит, ребят, фактор голоса ваш, давай сделаем так, тоже будет решаться. У нас два претендента на матч за суперкубок. Это Институт международных отношений и Набережный Челнинский институт. Какую команду вы хотите видеть в комментариях под этим выпуском, пишите. Я знаю, чей будет первый комментарий. Никита Лихачева? Да, с Челны. Да, он выберет Челны, но я надеюсь на это. Понятно. Ну, в целом, турнир, какую оценку поставишь? Четыре с плюсом, только потому что всегда можно лучше. Хорошо. Давай по остальным пробежимся. По спартакиаде Казанского федерального университета. Много видов уже отыграли. Осталось два. Сейчас у нас один из таких интересных видов – это легкоатлетическая эстафета. И радует то, что она вернулась на историческое место проведения. Да, 80-я апрельская легкоатлетическая эстафета. Она еще юбилейная, да? Да, в этом году она юбилейная. То есть мы помним прекрасно, как мы ушли с улицы Кремлевской на стадион Буревестник, проводили шведскую эстафету. И это тоже добавляет свою зиминку, другой формат, и это было интересно. Но все-таки второй год мы возвращаемся на улицу Кремлевскую вместе с полкомом города Казани. Проводим эту эстафету. У нас пятый забег, смешанные команды, 4 мальчика, 4 девочки. Все та же знакомая дистанция, забег вокруг Кремля. И сколько я помню себя студентом, сколько я помню работы, это всегда много зрителей, всем очень интересно. Все кафешки, прокуратура выходят и смотрят. Поэтому, надеюсь, погода не подведет. Она сейчас у нас такая, нестабильная. То есть некто дождь, то жара. Иногда смотришь в окно и хочешь сказать «С наступающим». Да, очень хочется сказать «Новый год, ура!» Велосипед еще так же на балконе, достать не могу. Помнится мне, что в эстафету, конечно, очень часто был какой-нибудь дурацкий дождь. Или просто холодно. Ну, надеюсь, дождя не будет, а все-таки с холодом спортсмены могут справиться. Надеюсь, все команды получат удовольствие, победит сильнейший. В малой группе институтов эстафета может достаточно большие, поменять, скажем так, расклады. Особенно в битве за второе и третье место в общем зачете. В большой группе там, конечно, тройка оторвалась. Но, тем не менее, сюрпризы возможны. Потому что туризм, который у нас закрывает спартакиаду, вообще вид непредсказуемый. Кто поедет, кто как выступит. Поэтому эстафета очень много решает. Надеюсь, команды подойдут все-таки к боевой готовности. Есть еще буквально парочку дней, где можно потренироваться. Снег, конечно, вот, я думаю, помешал подготовке в это воскресенье. Но, тем не менее, надеюсь, студенты Казанского федерального университета покажут свой высокий уровень. Говоря о туризме, я думаю, стоит объяснить нашим зрителям, что это такое. И критерии оценивания. Потому что для некоторых туризм это, ну, просто пошел куда-то в лес. Там, не знаю, на турбазу отдохнул, шашлыки, кола, там, все остальное. И, типа, исходя из вот этих мыслей, спрашивается, извините, а вы как будете оценить? Вот, ребята хорошо отдохнули. Понятно, дело не так, но на самом деле, что это? Спортивный туризм, он у нас достаточно давно уже входил в спартакиаду. Да, в связи с ковидными ограничениями приходилось его отменять. Он традиционно у нас проходит на базе Дубравушки. Это детский лагерь, который находится в набережных Челнах. Там входит несколько видов соревнований. Это пеший туризм, то есть там трасса, в том числе и веревочная. Обычно входит и велосипедный туризм. Это проезд на велосипеде по, скажем так, гравийной трассе на скорость, а также фигурное вождение, где надо очень четко держать себя, скажем так, в узде и правильно проехать. Кроме того, водный туризм, но это все равно зависит от погодных условий, потому что какой-то год, я помню, мы не смогли провести с тем, что был еще лед, хотя был и май месяц. Ну, просто шел лед, и как бы проводить было опасно. Плюс это традиционные конкурсы капитанов, традиционные конкурсы биваков, кто как правильно поставил палатку, чистота палатки. Ну и кроме этого веселое времяпровождение, где команды все-таки, несмотря на соревновательный эффект, сплачиваются. Это в несколько дней, да, проводятся? Ну, одну ночь они ночуют, то есть в субботу. Рано с утра в субботу команда уедут отсюда, приедут в Челны. Там день на разбивание лагерей, плюс конкурс капитанов, и так, ну, небольшие конкурсы. Иногда успеваем велосипеды провести, и на ночь ночуют, и на второй день обычно водный туризм, пеший туризм и подведение итогов. Посмотрим, какая будет программа. Все-таки, опять же, все зависит от погодных условий, сколько команд поедут, надеемся, как можно больше. Ну, и я думаю, по традиции все пройдет здорово, все приедут довольными. Ну, а потом будем подводить итоги и награждать. Максим Геннадьевич Гаврилов у нас был сегодня в студии. Еще раз большое спасибо, что пришел. Спасибо вам, что зовете. Ну, и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова